В пасхальное воскресенье жители Аллилуйва 6 оказались заблокированы. На проезжую часть обрушилась подпорная стена. Бетонные блоки перегородили заезд и выезд придомовой территории. Грохот сполошил всю округу. Люди выбежали на улицу. Валентина Сергеевна далеко ходить не стала. Сняла ЧП на камеру со своего балкона. Эти камни зимой водили, мерзлый грудь. Естественно, все растаяло, и поэтому так все получилось. Да вообще это без предел просто. Сполошились и работники автозаправки. Что напротив, каменистая волна была настолько сильной, что могла долететь и до них. Но чудом бетон никого не задел. Конечно боялись. Когда блоки падают, конечно страшно. Еще прошлым летом на этом месте была зеленая зона. Предприимчивые граждане срубили деревья, вырыли котлован. Жильцам сказали, что построят магазин. В итоге появилась очередная автостоянка. Что все закончится именно так, местные не сомневались. Качество работы изначально вызывало подозрения. Конечно опасный объект. Там же устроено никакого цемента, ничего. Блок на блоке и все. Самое страшное, что вот там, видите, десятки забор построили и вырывают все это. Блоки ставят такие же. Ваш дом скоро обвалится. Десятка обвалится скоро. Местные жители серьезно обеспокоены. Ведь предприниматели продолжают копать. Только уже под их домом расширяют территорию автостоянки. Сейчас какие работы вообще ведутся? Заново все будет останавливаться. Заново все будет останавливаться? А хозяин здесь есть, приехал нет? Работа будет. Люди работают. Ну а хозяин есть здесь? Ничего. Я не надо никуда. Нашу съемочную группу на территорию не пустили. Ведь, как нам пояснили в администрации города, никаких разрешительных документов на постройку стены у этих людей нет. Теперь предприниматели будут отвечать за обрушение. А еще правоохранительные органы проверят законность самой стоянки. Алина Черненко, Вячеслав Петров. Новости на Восьмом.